Фестиваль «Звучит Московия» проходил в двух номинациях – вокальное искусство и инструментальное искусство. Он собрал на одной сцене лучшие коллективы Подмосковья – людей, которые искренне преданы народному творчеству. Конкурс родился совершенно недавно, и он проводится впервые. Конкурс призван выявить талантливых и одаренных исполнителей, работающих в народном жанре. Жанр очень, можно сказать, редок, и на территории Московской области не так много коллектив, которые работают в этом жанре. Очень большой у нас возрастной разброс. От самых юных, от 10 лет солисты выступают до где-то 40 лет. В конкурсе «Звучит Московия» приняли участие как сольные исполнители, так и дуэты, трио, большие хоры и ансамбли народных инструментов. Всего более 300 исполнителей вышли в этот день на сцену. Конечно, мы будем оценивать и данные исполнителя, его голос, и его подготовку. И здесь будет, конечно, и артистизм, это и костюм, который играет очень важную роль для исполнителя. Выступление участников оценивало жюри, в составе которого ведущие специалисты народного вокально-хорового и инструментального исполнительства. Послушать, оценить, а главное, я думаю, порадоваться тому, что сегодня такое внимание уделяется народному нашему искусству. И что сегодня это искусство звучит, что оно нужно, что оно востребовано. Тем более, что этот конкурс состоит только из участников самодеятельного искусства. Здесь нет профессионалов, здесь нет тех, кто в учебной практике осваивает народно-певческое искусство. А есть именно те люди и участники разных возрастных групп, которые сами пришли к этому и постоянный интерес к народному искусству испытывают, несут и его культивируют в семьях, среди своих друзей. Уникальные голоса, самобытное звучание, яркие костюмы и номера. Фестиваль «Звучит Московья» стал настоящим подарком для зрителей. Новые, одаренные голоса, которых надо поддержать, потому что ведь народная песня – это историческая крепа народа, это образ народа в слове, в мелодии, в русской картине мира. По итогам конкурсного дня прошло награждение лауреатов, а победителей конкурса вы еще сможете услышать 10 ноября на большом концерте, который пройдет здесь же, на главной сцене Дворца культуры созвездия.